Приветствую вас, друзья мои. Мы возле мэрии находимся, только что закончил заседание рабочей группы избирательной комиссии города Новосибирска по жалобам, в том числе по жалобе кандидата, он тогда еще был кандидатом, Трушакина по действиям действующего мэра, действиям действующего мэра Локтем. Здравствуйте и в чем проблема? Комиссия решила отложить решение. Как вы к этому относитесь? Ну, для комиссии, на мой взгляд, никаких сомнений в нарушениях локтя не было. К тому же все нарушения, которые мы подали, их было основных нарушений 4, это использование транспорта, использование незаконно преимущества должностного положения, использование наглядной агитации. Представитель локтя все эти факты подтвердил, что они имели место быть, пытаясь объяснить, что это было до выборной кампании, после выборной кампании, что там видели, не видели, значит, автомобиль и так далее. То есть комиссия однозначно поняла о том, поняла то, что локтя необходимо с выборов снимать, а точнее аннулировать его регистрацию. Почему? Потому что в соответствии с законодательством... Нормальная мать. В соответствии с законодательством кандидат снимается с выборного процесса, с выборной кампании или аннулируется регистрация в случае неоднократного нарушения выборного законодательства, в частности, использование преимущества должностного служебного положения. У Локтя на сегодняшний день мы зафиксировали и подали в избирательной комиссии 4 таких нарушения. То есть он использовал аптечную сеть, в личных целях развешивает свои плакаты, он использовал дома культуры, развешивает свои плакаты, он использовал служебный транспортный автомобиль, транспортное средство, и он использовал мероприятия, которые проводятся в городе, для формирования положительного облика кандидата Локтя. Поэтому я считаю, у них все понятно, для комиссии все ясно. Почему комиссия перенесла заседание рабочей группы? Я думаю, комиссия перенесла заседание, они тянут таким временем за 2 сентября, чтобы невозможно было снять, потому что после этого срока уже ни один кандидат должен быть... Ну и потому что Локоть все-таки не Трушакин. Это Трушакина можно было снять, значит, аннулировать регистрацию без документов, каким-либо образом заявления. По сути, по надписям на заборе, как говорил один мой знакомый. Они это, собственно, и сделали. До сих пор, когда я получил решение о моем прекращении регистрации, они мне не предоставили ни письмо ЦИК, ни, соответственно, решение Верховного суда. Но это же Локоть. Вы оспорили эти решения по вашему поводу? Так оно оспорено еще было 6 августа, точнее 5 августа, и до 21-го будет принято соответствующее решение Верховного суда. Комиссия это прекрасно знает. Но Локтя надо снимать, для этого есть все юридические законные основания. Спасибо. Вот здесь еще один незарегистрированный кандидат Алексей... Зарегистрированный, но снятый. А, не зарегистрированный. Нет, не зарегистрированный. Вы, поясните, вы продолжаете свою акцию протеста? Да, я продолжаю акцию протеста. На сегодняшний момент, значит, я выступаю с одиночными пикетами. Сегодня, кстати, я буду стоять на площади Ленина. Сейчас я присутствовал на заседании комиссии избиркома по жалобе от Александра Геннадьевича Трушакина. Но реакция комиссии, конечно, она была предсказуема. Я не скажу, что там для меня что-то было неожиданное. Но это удручает, что избирательная комиссия является всего лишь карманным таким органом, который защищает интересы правящих бандитских кругов, которые возглавляет Антолий Евгеньевич Логоть. Ничего себе у вас заявление. Да, к сожалению, да, я вынужден выражаться довольно резко. Но, тем не менее, это вот мое субъективное личное мнение, ошибочное. Возможно, я и не ошибаюсь. Сегодня готовится исковое заявление, жалоба Верховный суд по поводу снятия меня в качестве кандидата. И, значит, судьба моя в качестве кандидата еще не решена. Поэтому, возможно, я еще включусь в эту борьбу. Спасибо. Удачи. Спасибо. Ну вот даже в субботу, хотя у некоторых принято в субботу обязательно отдыхать, в субботу продолжает работать избирательная комиссия. Страсти на выборах постепенно накаляются. Следите. Я тоже буду следить и вам показывать, что будет интересного. Ваш Тимур Ханов из Новосибирска. Пока.